Здравствуйте! На этом уроке мы рассмотрим упражнения на решение системы уравнений способом сложения. Но вот только система будет уже не такой простой. Практика никогда не помешает. Именно для этого и созданы такие упражнения. Нас просят найти значение х и у, используя способ сложения. Вот наша система уравнений. 6х-6у равно минус 24, и минус 5х-5у равно минус 60. Попробуем решить эту систему. Переписываем ее сюда. 6х-6у равно минус 24, и минус 5х-5у равно минус 60. Давайте подумаем, как можно избавиться, как можно исключить одну из переменных. Нам нужно сделать так, чтобы в результате сложения уравнений одна из переменных исчезла. Если мы сложим уравнение в таком виде, то 6х и минус 5х в сумме никак не дадут 0, х не уйдут. Если бы вместо минус 5х было минус 6х, то тогда все было бы в порядке. Или же если бы в первом уравнении вместо 6х было 5х, тогда мы могли бы сложить два уравнения. А так нам сначала нужно как-то преобразовать эти уравнения, чтобы в результате сложений одна переменная все-таки ушла. Посмотрите внимательно на эти равенства. Все члены первого уравнения делятся на 6, а все члены второго – на 5. И если мы разделим первое уравнение полностью на 6, то здесь тогда вместо 6х будет уже просто х. А если мы разделим второе уравнение на 5, то вместо минус 5х останется минус х. В результате сложения х и минус х в сумме дают 0, что нам и нужно. Давайте так и сделаем. Первое уравнение мы умножаем на 1 шестую, или, другими словами, делим обе части на 6. И поскольку умножаем мы на 1 шестую обе части, то равенство по-прежнему остается равенством. Итак, 6х умножить на 1 шестую равно х. Минус 6у умножить на 1 шестую равно минус у. Значит, х-у, и это равно минус 24 умножить на 1 шестую, то есть минус 4. Или же можно рассматривать это как минус 24 разделить на 6, а это тоже равно минус 4. Таким образом, мы упростили первое уравнение и получили х-у равно минус 4. Теперь почти то же самое проделаем и со вторым уравнением. В этом случае мы все умножаем на 1 пятую, или, другими словами, делим все на 5. Минус 5х умножить на 1 пятую равно минус х. Минус 5у умножить на 1 пятую равно минус у. И минус 60 умножить на 1 пятую равно минус 12. Вот такие равенства у нас получились. Теперь, если мы сложим эти два уравнения… По сути, мы прибавляем одно и то же значение к обеим частям верхнего уравнения. Равенство по-прежнему остается равенством. Итак, мы к левой части синего уравнения прибавляем минус х, минус у, а к правой части минус 12. Но согласно второму равенству минус х минус у равно минус 12. Значит, мы прибавляем одно и то же к левой и правой частям. Тот же принцип, который мы наблюдали при решении уравнений в самом начале. Пока все, что мы делаем с одной части уравнения, мы проделываем с другой, равенство остается равенством. К левой части мы прибавляем это, а к правой – это. Но второе уравнение говорит о том, что это и это на самом деле одно и то же. Следовательно, равенство по-прежнему остается равенством. Если мы прибавим минус х минус у к левой части первого уравнения, то минус х и х в сумме дадут 0. Именно для этого мы и делали все эти преобразования. И останется минус у минус у, то есть минус 2у. А в правой части минус 4 минус 12 равно минус 16. Минус 2у равно минус 16. Теперь, чтобы найти у, нам нужно разделить обе части уравнения на минус 2. В результате мы получим у равен 8. Но система еще не решена. Нам нужно подставить 8 вместо у в одно из первоначальных уравнений системы и найти, чему равен х. Мы можем подставить 8 как в это и в это уравнение, так и в это и это. Ответ должен удовлетворять всем этим четырем уравнениям. Это синее уравнение – всего лишь другая запись синего уравнения слева. А это – зеленая, соответственно, упрощенная запись этого зеленого уравнения. Для подстановки выберем самое простое. Мне кажется, вот это уравнение самое простое. Итак, х-у, а у мы только что нашли, равен 8. Значит, х-8 равно минус 4. Прибавляем 8 к обеим частям уравнения. В результате минус 8 и 8 в левой части дают в сумме 0. Остается только х. И в правой части минус 4 плюс 8 равно 4. Таким образом, х равен 4, а у равен 8. Можете проверить, этот ответ удовлетворяет любому уравнению. Первое уравнение – 6 умножить на 4 равно 24, минус… 6 умножить на 8 равно 48, а 24 минус 48 на самом деле равно минус 24. Второе уравнение – минус 5 умножить на 4 равно минус 20, минус 40, так как 5 умножить на 8 равно 40, а это действительно равно минус 60. Как вы убедились, ответ удовлетворяет обоим уравнения. Теперь давайте введем полученное значение в поля для х и у. х равен 4, а у равен 8. Проверяем. Да, на самом деле это правильный ответ. Надеюсь, все было понятно. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok